У нас буквально с вами один аят и один хадис. Аят можно провести параллели с немалым количеством других аятов, но постараемся сосредоточиться именно на нем, понять, но опять же, понять, он уже верно и правильно в контексте многих аятов и хадисов. Порой люди из-за того, что их религиозность больше эмоциональна, нежели рациональна, либо религиозность происходит некими такими рывками, некими этапами, всплесками, а не то, чтобы идти как-то ровно и последовательно. И порой даже письма от людей, в том смысле, что человек даже незначительный какой-то грех или какую-то ошибку сделал, но он уже чуть ли себя не в гроб загоняет, из-за того, что вот, Всевышний меня не простит, мне так сложно, у меня проблемы начались из-за этого, наверное. У человека сам же говорит, я впал или впал в серьезную депрессию и так далее, и так далее. Хотя аятов, которые облегчают душевное состояние человека, которые четко убеждают человека в том, что никогда нельзя отчаиваться в милости Всевышнего и его всепрощении. Тем более, те, кто возвращаются ко Всевышнему, у них с точки зрения возможности прощения, это одно, а не огромное. С точки зрения вообще рациональности жизни, роста в жизни, развития жизни, огромные перспективы открываются. К сожалению, но очень часто, как временем, эмоциями, деньгами, здоровьем своим пользоваться не умеем, точно так же, вот такого рода вещи, какие-то духовные составляющие, человек начинает их, вместо того, чтобы превратить в то, что окрыляет и придает сил, человек превращает в некий огромный камень, который тянет на дно этой жизни, на дно той же самой депрессии, либо апатии. И этот аят, в том числе, нужно уметь правильно понимать, он прекрасен по своему смыслу, и в том числе, на сегодняшний день много об этом говорят в некоторых отдельных гранях этого аята. О том, что в жизни ничего просто так не происходит, и концовка аята, конечно, она удивительна. 42-я сура Священного Корана, 30-й аят. . Любая неприятность, любая трудность, проблемность, сложность. Мусыба. Мусыба – это то, что нас постигает особо, то, что человек постигает, что человек настигает, и оно ему неприятно. Оно создает для него проблемы. Физического характера, морального, психологического, душевного, материального и так далее. Создает проблемы. Любая вещь, которая мусыба вас постигла, то это результат совершенного вами. То есть, в любом случае, это результат, это некий бумеранг, который к вам вернулся. И здесь проблему из этого делать не нужно. Почему? Потому что в том смысле, что вот начинать копаться. В том смысле, что в любом случае человек не ангел. Мы не всегда можем быть приветливыми. Мы не всегда можем быть идеальными с точки зрения времени, сил, взаимоотношений и еще чего-то самого разного. Поэтому, даже если что-то нам вернулось, и оно из того, что мы совершили, нужно понимать, что это милость Всевышнего, которая помогает нам сделать нужные выводы. Стать лучше. Извечь какие-то уроки. Стать мудрее. Стать сильнее. Слабые, к сожалению, они опускаются. Вот, Всевышний мне там, из-за того, что я когда-то что-то сделал, поэтому у меня вся жизнь наперекосяк. Это человек, который не умеет вообще ни читать Коран, ни хадисы, ни пользоваться своей духовностью, вообще не понимает, что такое вопрос земного счастья и вечного. Потому что та или иная проблема . В другом аяте говорится, кто совершает зло, оно к нему возвращается в той или иной форме. В данном случае говорится о том, что если вас постигло что-то неприятное, периодически это нормально. И как в другом аяте опять же говорится. Всевышний вас испытывает в качестве фитны. Испытывает вас как добром, так и злом. Как приятным, так и неприятным. То есть это нормально. Если у человека какие-то трудности душевные, психологические, материальные, физические, человек должен уметь отнестись к этому правильно. Быть не ныть, а быть благодарным Всевышнему. Сделать должные выводы. Это просто дар Божий. Всевышний милует, чтобы человек, он себя подготовил к чему-то большему и лучшему в завтрашнем дне. Тем более, что аят завершается словами. И Всевышний прощает очень много. Человеку не нужно накопаться в какой-то мелочи когда-то, что-то сделанное. Он даже не поймет, за что, чего, почему именно так происходит. Ему нужно сделать выводы. Нужно стать опытнее, мудрее, вырасти. Может быть, он повернулся спиной ко Всевышнему, повернулся лицом. То есть что-то переосмыслить, где-то что-то более правильные приоритеты расставить, но в то же время слышать и концовку аята. Всевышний прощает много, очень много прощает. Как в другом аяте сказано, если Всевышний наказывал бы за всякий грех, то камня на камне бы не осталось на этой земле. В этом аяте подчеркивается. Всевышний очень многое прощает. И опять же аят говорит о том, что если с вами какие-то трудности произошли, то есть не вините в этом других. У нас же, опять же, других крайними ищут. А вот он, а вот он, а вот он, а вот этот, тот другой. Да нет. Это вы сами. Но вам это во благо. То, что такая ситуация произошла, вам это во благо. Сделайте выводы, станьте лучше. Тем более, что Всевышний очень много прощает. И здесь, известнейший Муфасир, конечно, удивительный. У комментарии тоже такие благозвучные комментарии. Бывают, некоторые даже огромные, читаешь, там много вода, 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 устаешь читать. А вот бывает, когда одна строчка комментария, она прямо четко, хоп, все так прямо расставляет по-своему месту. Благозвучность даже. В данном случае он ставит в комментарии, поставил хадис. Этот известный Муфасир ибн Катир говорит, в достоверном хадисе сказано, «Клянусь Всевышним творцом, любая мелочь, любое, что постигает верующего человека». Будь то насоб. Насоб – тяжелый труд, утомление. Иногда нужно потрудиться, утомиться, устать. И за это нужно быть благодарным Всевышним. Человек обычно начинает перед детьми, перед женой, перед друзьями ныть. Сложно, я уже устал, замучился, еще что-то. Человек должен понимать, что от этого нужно только радоваться. Почему? В хадисе сказано, всякое, что постигает вас. Насоб – тяжелый труд, утомление. Недуг, продолжительная болезнь, невзгоды. Далее идет хам – забота, тревоги, беспокойство. Вот они появились, вы их не ожидали. Вы начинаете ныть – нет. Вы начните просто их решать. И благодарите Всевышнего. Почему? Даже хазан, даже печаль. Если к вам подошла печаль, в каком-то промежутке времени между делами, целями и задачами, вот она подошла. Альхамдулях. Превратите ее в ступень, поднимитесь на новый уровень своей жизни. И рассмейтесь от души. Даже хадисы некоторые читаешь, когда пророк смеялся. Именно улыбается. А здесь именно рассмеяться. Хазан – это в том числе чувство печали. Это не для того, чтобы печальница. Для верующего человека. Это для того, чтобы рассмеяться. Почему? Потому что все эти моменты невзгоды, трудности, неожиданные заботы, тревоги, беспокойства. Те же самые хазан – печаль и так далее. Это все только во благо. Этому нужно только радоваться и за это благодарить. Почему? Со счет этого подниматься выше. Почему? Потому что Всевышний кефира. Посредством вот этих вот вещей Всевышний прощает прегрешение. Прощает прегрешение человека. Мы с вами цитировали один из хадисов. Подобно, как с дерева опадают листья. И в данном случае известный хадис. Даже если человек укололся. Наверняка сталкивались с этим. Мелочи. Мы порой что-то ударился ногой. Ни с того, ни с того, ни с того, ударился чуть пальцем, не сломал. Но какая реакция? Или опять же ни с того, ни с того, сломался ноготь. Какая реакция? Внутренняя должна быть радость, благодарность. Всевышний милует. Всевышний дает больший уровень сосредоточенности. В таких даже мелочах и то листья, то есть грехи, они просто опадают. Тебе становится легче. Ты становишься более воодушевленным. И понимаешь, что это абсолютно. Это же ты не палец потерял, где-то слегка поранился. Это же не то, чтобы вообще совсем. Все нормально. Все движется дальше. Вот такой аят и такой хадис удивительный, конечно. Вообще, конечно, удивительно. В хадисе сказано, удивительная жизнь и вообще положение дел верующего человека. У него всегда благо. Во всех ситуациях благо. Известный хадис. Барак الله لنا ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو السميع العليم. الجواد الكريم. والسميع الدعاء. И так далее. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok